Я вам только одно скажу. Дело не в Путине. Дело не в президенте здесь. Президент это, ну может быть и не Путин Владимир Владимирович, кто-то другой, понимаете? Самое главное это в преемственности власти. Вот это главное. Преемственность. Преемственность. Преемственность это что? Это значит вот эти долгосрочные программы, которые выдвигает президент. Долгосрочные программы. Я не говорю, что там долгосрочная программа, это мост построили, там два года. Есть программы где-то на 10 лет, на 12, на 15 лет. И чтобы вот эти программы, они были выполнены. Дело в чем, что Америка, это та страна, та же как и Британия, та же как и Франция, это только видимость демократические страны. Они на самом деле никакие не демократические. Это вывеска у них там, выборы и все такое. На самом деле Европой правит черная элита. Команда, собранная из аристократов. Причем аристократы такие, которые нуждаются в трех вещах. Первая это веревка, вторая это мыло, третья табуретка. Вот такая команда. Они как раз привели Гитлера в свое время к власти. Они создают условия для войн мировых и все такое. Они в тишине, их никто не видит, никто не знает, но они управляют. Это их, вот люди там меняются, тусовка, президенты, правительства. На самом деле они правят. А в России этого нет. В России этого нет. У нас на самом деле, мы всерьез приняли вот эту идею демократии. Мы на самом деле демократию построили. Какая демократия? Ее нет ни в Европе, ни в Америке. Там преемственность власти такая же. Там тоже черная элита правит. Там несколько кланов семейных правит страной в течение двух столетий в Америке. Ну, поэтому для нас сейчас вопрос не в Путине, а в преемственности. Вот это главное. Если мы потеряем преемственность, долгосрочные программы рухнут, Россия развалится. Вот это вот страшно. Поэтому ставка была сделана на президента, потому что он явно, он не даст стране развалиться. А вот что после него будет, я не знаю. У нас нет базиса. То есть базис этот уничтожен. У нас нет той элиты, которая бы могла вести дальше страну. Поэтому вот для чего мы создали вот это вечер? Для того, чтобы, не для того, чтобы зарегистрироваться, не для того, чтобы лезть в политику. Политика нас вообще не должна волновать. Мы не должны лезть в политику, и не должны мы лезть к власти. Вот к той власти, за которую все воюют. Всем нужна там. А почему власть? Потому что это кормушка. Это же возможность залезть в бюджет, тянуть деньги там. То, то, то. Ну, таких у нас партий, псевдопартий куча появилась. Все эти псевдопартии, они сидят на бюджете. Все им платят. И кто им только не платит. Понимаете? И даже с запада деньги идут. Вот так. Здесь в другом вопрос. Здесь нам нужно обязательно работать в плане ресурса, последнего высшего ресурса, информационного ресурса. Люди этого не хотят понять. Очень много у рабуденовцев. То есть, скачал на коня, маузер в одной руке, шашка в другой, вперед. Так не пойдет. Почему-то многие люди считают, что мы создали вот такую команду. Да не для этого мы создали. Команда создана для того, чтобы продвинуть знания, поднять человека, превратить человека в человека. Помните, Диоген когда-то ходил по Афинам, да? Когда из бочки вылез, зажег факел, их по Афинам разгуливает. Говорит, что у тебя факел горит? Ищу человека. Он тогда уже людей не видел. Тогда уже все были сломаны системой и управлялись системой. У нас сейчас на самом деле людей, но нет. И некого ставить, и некого к власти приводить. Но некого. Есть чуть-чуть хуже, есть чуть-чуть лучше. Это, ну, маленькие дети. Это маленькие дети, которым там по пять, по шесть лет. Если ты видишь, что он строит себе дворец, если он строит там себе подземный гараж там десятиуровневый. Я одного знаю, не буду называть фамилией одного друга. У него дача 30 тысяч квадратных метров. Вы можете себе представить? 30 тысяч? Когда мне сказали, я думал, я ослышался. У него дача такая. Ну, вы понимаете? А деньги-то какие туда уходят? Деньги-то народные. И что получается? Что любая власть, любая, любой строй, какой бы мы ни придумали, можно придумать, я не знаю, какой, марсианский какой-нибудь, или венерианский, или с какой-нибудь другой звезды принести этот строй, да? Можно придумать, но получится то, что получится. Хозяева и рабы, хозяева и рабы, хозяева и рабы. Всё. Потому что сознание наше, на большее оно у нас не тянет. На большее не идёт. Поэтому, что нужно сделать? Нужно работать. Если мы не будем работать, толку вот нет. Но не в политическом плане. Не лезь в политику и не лезь к власти, к той, именно за которую драка идёт. И не надо бояться, даже если нас не зарегистрируют, это не имеет значения. Масонские ложи никто не регистрирует. Они нигде не известны. Никто не знает, кто такие. Никто не знает иллюминатов. Никто. Ни одной партии иллюминатов тоже нет. Но влияние гигантское. Какое? Прежде всего, информационное и финансовое. Понимаете? Информационное и финансовое. А кто нам мешает информационно создавать Россию? Кто нам мешает строить свой мир? Мир любви, мир справедливости, мир радости, мир единства наших всех народов, единства всех, кто здесь в России живёт, кто нам мешает. Нам никто не может помешать. Нам никто не может помешать это делать. Надо столько нам сделать. Представьте, поднять наших мусульман, дать нашим мусульманам знания о Магомете, о том, о его подвижничестве, чтобы они знали, Коран, Коран и учение знали, не исторический Коран, а подлинный, вернее, не современный, а подлинный Коран. Понимаете? То есть, чтобы знали, для чего всё это было. То же самое о Христе. То же самое о Творце. То есть, мы должны дать знание человеку о том, кто он, кем он является, зачем он пришёл на Землю. Когда люди начнут это понимать, когда делить-то нам нечего, тогда начнётся процветание. Вот кто, например, нам запретит читать лекции в плане истории? Я вот был три года назад, по-моему, я уже вам рассказывал этот случай, в Нальчике, когда я учил, там, по-моему, Чимай, да, есть такой у них писатель, вот, он там книгу свою презентовал. И меня там посадили в этот президиум и дали мне слово. Вот, прекрасно там команда, нас четверо русских, все остальные кабардино-балкарцы, но говорили все на русском языке. И нас с таким уважением к нам отнеслись, я просто был в восторге. И когда я сказал, что наши общие предки будут гордиться этим писателем, который хорошую книгу, на самом деле книга отличная, нужная, на меня посмотрели, как на дурака кабардинцы и балкарцы. Говорят, ты что, Георгий, какие общие предки? Они, бедные, не знают, что у нас предки-то общие. Потому что мы же из скифского мира, все и те, и другие, и третьи. И мне пришлось им объяснять, говорю, вы что, ребята, вы же здесь в университете сидите, вы что, не можете понять, кто мы? У нас общее все. Когда они это поняли, мы там стали самыми лучшими у них гостями. Мы оттуда уходили, нам там бутылку водки, там баранью ногу затолкали, в сумку там фруктов надавали, затащили нас в музей, и мы сняли карты Тартарии, там оказались карты Тартарии, чуть ли не из Ватикана откуда-то сперли они их, принесли, достали и нам отдали. Сколько тепла там было, эти Кавказы, сколько мы от них тепла почувствовали, радости. Это были мусульмане, но родные люди. Вот представьте, какая предстоит работа вечевикам, нашему движению, чтобы вот такой мир создать, русский мир, а это и есть мир русский, в него входит и Кавказ. Общие же предки у нас, общие. И Чечня общая тоже. У Чечены же бывшие хазары, а хазары были славянами, и говорили на славянском языке. И такие же ингуши, что делать-то нам? Мы же вот все дагестанцы, а вот аварцы, аварцы, да, даргинцы, это народ скифского происхождения, их родина с берегов Каспийского моря, восточный берег Каспии. Аварский Каганат, знаменитый, который когда-то был в Европе и в союзе со славянами, они два раза чуть Константинополь не взяли. Ну, это были, мы были союзники когда-то. Когда это аварцам рассказываешь, они тебя в глаза выпучат смотрят. Говорят, ты чё? Да у нас же общие предки скифы же были. И вы из скифского мира, и я из скифского мира. Вы чё, не знаете таких простых вещей? А кумыки? А кумыки вообще половцы. Половецкая линия, половецкая. Из Тартарии. Вот когда эти знания будут людям отданы, мы сможем объединиться. Но делает так система всё, что мы не можем вот даже учебники написать, вот не в состоянии, понимаете, показать, кто мы. А если мы напишем эти учебники, официальная наука скажет, а вы всё врёте, докажите. А тут и доказывать не надо. Берите летописи досмотрите. Всё это, это всё же есть в летописи. Тут ничего придумывать-то не надо. Просто цинично ломается, разделяется всё в России. Цинично разваливается страна, она уже разваливается. И вот вечер всенародный, вот мы создали вот эту организацию, чтобы собрать, чтобы собрать, объединить, сделать информационно, единое информационное поле мощное, создать, а не бегать с флагами и кричать там за Путина, там ещё за кого-то. Будет Путин, хорошо, не будет, будет кто-то другой. Но главное, чтобы преемственность власти, чтобы страна жила, чтобы имперская линия была соблюдена. И создать преемственность обязательно мы должны. Но не ту элиту, которая зажралась, которая предаст народ в любой момент, а элиту свою. Своих людей, которые владеют знанием, у которых приоритет духовный над материальным. Вот то, что мы сейчас с вами говорили. Вот таких нужно людей. И об этом мечтает и Путин мечтает, чтобы такие пришли. Почему он их, несчастный наш президент, просто его жалко. Его откровенно, потому что он ищет из людей, пытается найти. Вот он создаёт институты, где люди сдают экзамены. Ты даже там сдавал, да? То есть ищет тех, кто, но опять же, можно найти по уму, но не по душе. То есть ум и душа – разные вещи. Понимаете, это вот и президент, он понимает, а что у нас просто как у Диогена. Зажигай факел. И по всей стране. Но такого дела-то допускать нельзя. Надо что делать? Надо воспитывать людей, надо создавать знания, надо объединяться, надо создавать институты единства нашего. Понимаете? Нужно говорить правду о людях. Вот даже сегодня я вам рассказывал про подвижничество трёх этих великих жрецов, да? Еврейского народа. Кто об этом знает? У нас сколько антисемитов, которые их ругают, ругают этих бедных евреев. А вот эти трое, которые сгорели, и там с ними ещё сгорело 40 семьями. Кто про это знает? Вот нужно... Да, в Ветхом Завете это всё есть. Но кто читает этот Ветхий Завет? Надо, чтобы всё мы это знали. Чтобы вот Россия знала всё. Россия должна знать своих героев. Ещё одна деталь. Я сейчас книгу написал новую. Она как учебник, эта книга пойдёт. Она хорошая книга, даже мне понравилась. Я свои книги терпеть не могу, даже читать их не могу. Вот верите, вот так. Потому что я хочу одно написать, а пишу другое, вынужден. А на этот раз-то он написал то, что хотел. Вот то, что хотел, то и написал. Так получилось. И теперь осталась последняя книга, завершить серию. Она будет называться «В золотой век». То есть культуру устройства общества Тартарии и её законы. И вот я на чём остановился? Я остановился на чём? На дисциплине. Мы только завтра будем говорить про дисциплину. Это очень серьёзно. Да-да, дисциплина. Как говорил Ленин Великий, дисциплина построила из маленькой латинской колонии Великий Рим. Да, дисциплина. И это очень серьёзно. Мы должны вот к этому институту привести свой народ. Когда мы поймём значение дисциплины, сможем управлять народом вот через... Ну дисциплина какая? Я ещё повторю, самодисциплина. Это когда сознание человека ведёт человека по определённому, что пути по жизни. Когда не кнут над ним стоит, а он сам это знает, понимает и выполняет всё. Вот о чём речь. Когда вот этот... Мы сможем это сделать? Вот тогда у нас и получится настоящее общество. Общество... Такое общество, ни одна политика, ни одни кремлёвские, там кто бы не залез, там пускай даже придёт Трамп к нам в Кремль, да? Захочет развалить страну, но он не развалит. Попробуй развали семью. Заставь, когда семья дружная, заставь каждого жить в разные комнаты. Насильно. Как ты это заставишь? Понимаете? Вот что нужно сделать, чтобы страна не зависела от Кремля. Ведь все наши трагедии, все беды России исходят из Москвы. Либо из Питера Аляску взяли, вручили там, да, подарили Аляску. Либо из Кремля, когда Хрущёв Крым подарил, и Донецкую область Ленин подарил, с Луганской когда-то подарили Украине. Или Брежнев взял и подарил Казахстан, Северный Казахстан. Ну, вы понимаете, да? Ну, там, по-моему, Хрущёв, они вместе это всё сделали тогда. Тогда Брежнев был заместителем Хрущёва. Вот эти вот вещи, эти вот вещи, все идут из Кремля. Но тогда, когда мы создадим вот такую вот атмосферу, внутри, но не занимаясь политикой и не стремим их к власти, никто в рваться у нас не будет. Наши люди могут прийти к власти потом. Наши ученики, те, кто выйдет из нашего вечи, те, кто поймёт, что куда и как, кто придёт в наши вечи и постигнет всё. Ведь что мы делаем? Вот мы сейчас начинаем, и у нас начинают учиться. У нас начинают политики некоторые учиться. Понимаете? Начинают смотреть. Мои книги читают, даже мои книги читают, и другие книги. У Старикова хорошие книги, кстати, их тоже читают. Понимаете? Что получается? Мы начинаем учить и политиков духовности учить, учить любить страну. А самое главное, они понимают, что опора в народе мощная есть. Вот это движение. А это не важно, как будет. Когда она зарегистрирует, это не самое главное. Вы знаете, что? Я даже так думаю. Вот какая-то группа, может быть, и зарегистрируется. Наше движение, оно будет разбито по секторам. Кто-то займётся культурой, возрождением культуры, кто-то будет политикой заниматься, кто-то будет заниматься. Политику тоже надо немножечко, так сказать, заниматься. Не в полную мощь, власти не лезть. Но контролировать и смотреть, что там делается. Это необходимо. И дальше, и дальше. То есть мы по секторам всё это разобьём. Мы создадим вот такое вот многоцелевое движение. И каждый сектор будет отвечать за своё и будем собираться вместе. И будем обмениваться информацией по кругу. Информация будет идти вот таким вот образом. И, понимаете, кто-то, какие-то группы могут вече и зарегистрироваться. Безобидные совершенно. То есть безобидные. Где комар носа не подучит. Но это верхняя часть айсберга. А внизу информационная работа будет по всей стране. И не только у нас. И в Европе. И в Азии. И у китайцев. Потому что начинает нас копировать. Нас копировать начинают в Чехословакии. Нас в Германии начинают копировать. Там началось это движение такое же. Они тоже хотят управлять. Не просто, а контролировать информационные процессы внутри страны. Чтобы такие, как Мерки или команда там её, она больше... Ну просто оставить их без зубов. Этих управленцев. То есть элиту чёрную свою. Немцы об этом мечтают. Учатся у нас. Ну что, плохо что ли? Ну хорошо. Ну хорошо. Всё правильно. Понимаете? Вот о чём я хочу сказать. Собственно, вот это. И школа. Вот насчёт школы. Потому что эта школа, она ведь вечно народная. И школа народная. Нас это всё объединяет. Это всё единое. Поэтому сейчас, вот когда... Ну чисто технические вопросы будут решены вот сейчас зимой. Вот. И тогда мы, вот то, что я вам сейчас рассказываю, уже будем заниматься не таким образом. Я сейчас у вас тоже в общих чертах вам общую картину. А потом будем брать блок, блок, и с каждым блоком отдельно. И проводить мощные тренинги, психотренинги, психотренинги, а потом посвящение. То есть проверка знаний. Знания только тогда нормальные, когда человек пользуется этим знанием. И плюс академическое знание ко всему прочему. Я вам немножко про космос рассказал, а нужно космос знать как надо. Я вам там только чуть-чуть для понятия, что информация, она не исчезает, она вечно. А материя, она что, приходит и уходит. Вот ради этого я вам рассказывал про космос. А вы должны владеть полным информационным пластом. Вот тогда будет смысл какой-то. И детей воспитывать так, как надо. Обязательно нужно добиться того, чтобы отделить мальчиков от девочек. Обязательно. Отдельная должна быть школа. И другое должно быть образование. Здесь работать нам придется очень серьезно. Вот именно нашей команде вечериков. Если там нас не услышат, создаем на своей базе, вот свою школу создаем. Так учителя я воспитываю, и они пошли по России. То есть горизонтальное, вот это горизонтальное движение в обществе. Вот о чем, собственно, мы и мечтаем. И последнее. Все серьезные программы, запомните, вечеринки, я не только вам говорю, и те, кто сейчас на Камчатке, кто сидит сейчас где-нибудь там на Урале, кто работает в Сибири, кто в Калининграде. Все серьезные серьезные проекты, серьезные, большие, масштабные, они долгосрочные. И чем этот проект более вытянут во времени, тем он мощнее, тем он сильнее, понимаете, короткоживущие проекты, это вспышка и погасла. Когда вот это идет работа в течение десятков лет, вот тогда она и выполняется чисто, хорошо и надежно. В Россию валили не много, не мало, несколько тысяч лет, чтобы ее свалить, понимаете, этот проект черных работ. Они нас все-таки смогли свалить. Но теперь мы поднимаемся и подниматься нам тоже не сразу. Но помните, бояться не надо времени. Работать в начале, работаем спокойно и с улыбкой каждый выполняет свое дело и верит в это дело. Как это делать, завтра расскажу, как веру, развить, как волю. Это уже завтра. Спасибо за внимание. Уважаемые друзья, хотелось бы еще раз подчеркнуть, как Георгий Алексеевич сказал, регистрация не является самоцелью. Мы работаем и очень заметно, как реализуются наши тезисы. Тезисы наши опубликованы на сайте вечевселенародная.рф. Это наш официальный сайт. Можете зайти и сами ознакомиться, кто еще не ознакомился. Второе. Очень приятно было видеть инициативу вечевиков, которые мы начали с Георгием Алексеевичем и вручили наши требования к правительству Российской Федерации в качестве наказов кандидату президенту Путину. И вы представляете, более чем в 40 субъектах Федерации абсолютно такие же наказы были занесены в штабы Путина. Это замечательно. Что мы видим, уже происходит. Один из тезисов это персональная ответственность чиновников за свои действия и бездействия. Вопрос уже серьезно рассматривается на самом верху. Очень много тезисов, которые мы разработали еще в 16 году они исполняются нашим президентом. Это говорит о том, что та сама организация, о которой Владимир Владимирович сам говорил неоднократно с трибуны, она происходит непосредственно в институте нашего Вечи. Что касается ближайших планов поддержки Владимира Владимировича. все вы знаете, что в сентябре месяце этого года будет единый день голосования будут выбирать мэров, губернаторов в различных субъектах федерации. Дело в том, что Владимир Владимирович делает сейчас перестановку кадровую и ставит своих людей взамен тем, которые уже засиделись и показывает свою несостоятельность на данном должностном месте. Поэтому просьба к всем Вечевикам поддержать в своих субъектах федерации именно тех ставленников Путина Владимира Владимировича, которые сейчас временно исполняющие обязанности. Это необходимо сделать. Что для этого сделать? Вечевики можете обратиться в предвыборный штаб кандидата, который ставленник Владимира Владимировича. Это усилит естественно его позиции а мы должны ему в этом помогать и в улучшении реформ. Георгий Алексеевич, скажите, пожалуйста, какова судьба сценария фильма «Завещание Никлота»? Насчет «Завещание Никлота» сейчас в настоящее время я доделываю сценарий, то есть что я хочу его усилить еще. Он не просто был, он и так неплохой, хороший сценарий. Когда я его в Москве читал, там сидели люди, некоторые слезы лились у людей. Но мне хочется усилить его в чем? Нет там накала, вот такого мощного накала противостояния добра и зла. когда сталкиваются тьма и свет и когда вот в этом вот в этом вот в этой точке когда молнии сытятся. Вот этого нет. Если это в фильме будет, это будет потрясающий фильм. Вот в аватаре, в аватаре там есть, а у нас тот же самый аватар, но вот этого нет. Поэтому я сейчас работаю на сценарии. Теперь насчет постановки фильма. Когда этот сценарий посмотрели ребята, ну я не буду называть сейчас кто, потому что ну не хочу выдавать просто. Я имею ввиду режиссеров, серьезные, наши ребята, вообще в доску своей. Они только вздохнули и говорят, сейчас РПЦ, Ватикан, вы должны понимать, что это одно и то же, это одно. Это одна, что вес две руки одного целого. Просто не дадут. Они сделают все возможное, чтобы вот этот фильм, потому что это очень сильный удар идет. Вот даже то, что мы сегодня лекцию рассказывали, вот сегодня, это тоже удар. Понимаете? А там фильм, там противостояние двух цивилизаций, причем серьезные, военные. Они не дадут, поэтому мы решили, что сделать. Деньги собираются на этот фильм, деньги пускай собираются, мы обязательно переделываем сценарий, я его еще выставлю для вашего, так сказать, для вашего суда, чтобы вы посмотрели, когда будет накал вот этот, да? Он сейчас есть этот сценарий, я его еще лучше сделаю. Вот. Дальше, что мы делаем? Мы снимаем несколько духовных фильмов, духовных, хороших фильмов, уже за деньги, мне режиссер, даже двое, они сказали, мы деньги выбьем, и свои деньги, это собираем народный фильм для завещания, а здесь мы деньги выберем. И потом эти фильмы пойдут, они быстро будут сделаны, сейчас я пишу сценарий, один, второй, ну, главное, один написать. И потом вот Любочка сразу она уйдет вот в этот, но надо минимум, говорит, два фильма сделать. То есть создать свою группу, ну, свою команду по фильмам, да, свое отделение творческое. И вот это творческое отделение один фильм сделает хороший, второй фильм о нем уже, и уже когда мы будем завещания делать, они не смогут закрыть ни отделение, ни завещание. Просто не смогут, потому что мы зарекомендовали себя уже как духовники, как подвижники, как свои. И президент этого не даст, и никто не даст. Вот мы выработали такую стратегию действий. Понимаете? Потому что на самом деле кто читал сценарий, вы читали сценарий? Кто читал сценарий? Ну, вот тут читали сценарий всего единицы. На самом на сайте же он есть сценарий. Вы читали сценарий? Да? Ну вот. А сейчас если его еще усилить, еще показать его с другой стороны, как я сейчас хочу, тут будет, конечно, очень серьезно все. И уже сейчас идет, ну, доходит до того, что вот, где я живу, приходит, приходит поп, да, местный, в парабели, приходит в РАНО, и завтра РАНО заявляет, что вот этих вот людей, чтоб не было в школе, потому что они вот язычники, такие-сякие. Можете себе представить? И все это сходит. Приходит в школу и объявляет в школе, что вот я, да, я враг, враг России, понимаете, потому что враг церкви, а я, какой я враг, я даже не враг церкви, даже говорю, что церковь у нас, ведийская церковь сохранила свои традиции старые. Понимаете, что делается? И никто его не останавливает, никто его за руку, никто, если даже подать в суд, его тут же оправдает. То есть тихой сапой идет еще одна волна христианизации. Еще тихой сапой идет еще одна волна. Чиновники молча выполняют все приказы попов. Вот что происходит в стране. Это уже какая волна идет христианизации? Какая? По счету. Это уже при Владимире раз, при Софье Палеолог два, при 1666-й тринеконьянская реформа три. Теперь идет уже четвертая волна получается? Или пятая у нас она уже идет? Вот как мы классно живем-то с вами. И чиновники все под попами, под попов легли. Вот у вас там в этом Пятигорске памятник Святославу до сих пор у казаков они его хранят, поставить не могут. Какой-то епископ выступил против, он был нетолерантный мужик этот Святослав, злодей. Хорошо, пускай он будет трижды нетолерантный, пускай он вообще живодер. Но это же наша история, это же наше прошлое. Какое вы имеете право отнимать наше прошлое у нашего народа? Ну попы это делают. А теперь представьте себе наш фильм, как он сработает, что там будет. Вы можете анафеме меня и так бегают попики, все это колдует. Все, я им не нравлюсь. Понимаете, как? Вот что происходит. И тишина, и никто ничего не может, и все молчат. Вот для следующий год, я, наверное, все-таки это, вот будет встреча с президентом, фотографии, ему пошлю Святослава из Пятигорска, что он скажет, почему этот памятник стоит, почему он не стоит там, где происходило сражение с этими Святослава Соланами, с предками Осетин. Там была эта битва, и он выиграл эту битву, и они хотят там поставить памятник, но папам не нравится, не толерантный, а уж толерантнее Святослава, я не знаю, кто там был, у него были войски и печенеги были, у него угры были, венгры, у него были в армии часть хазар, перешедшая на его сторону, были христиане-болгары, Куда уж толерантнее? Но он не признавал христианскую церковь всего плохой. Значит, вычеркнуть его из нашего прошлого, вот что творят папы, понимаете, что делают? И наше государство сквозь пальцы смотрит пока. Вот так. Вот я ответил на ваш вопрос. Еще у кого вопросы будут? Да, пожалуйста. В первой части нашего мероприятия приводили примеры людей третьего, высшего уровня сознания, Сталин, Дуболь и так далее. Скажите, а можно к ним же отнести Бурджиева и Распутина? Распутина можно, Распутина можно и отнести, Бурджиева нет. Бурджиева нет, да? Георгий Гурджиев был другая фигура. Это был черный маг и довольно серьезный. А Распутин это был человек, да, который отдал жизнь за Россию. И все это сказки там про него, что он там был такой разыдокий. Пока он жил, если бы он остался живой, наверное, бы этой мировой войны не было, бы Россия не вступила в мировую войну и уцелела бы она. То есть тогда на него все свалили, он держал как мог. Потому его и убили. А убили-то его кто? Команда из Лондона. Это масоны убили его. Ну, собственно, по тому же сценарию, как и сейчас. Сам виноват. Надо было с Юсуповым с этим не связываться. Надо было ему быть немножко осторожнее. Он был уверен в себе слишком. еще хотел бы сказать значит вот к Сергею Леонидовичу обращайтесь. Какие у вас есть инициативы, предложения, что вы хотели бы поделиться опытом, либо обязательно обсудите, кто из вас будет присутствовать на сессиях Краевого Совета Депутатов, где рассматриваются вопросы по Краснодарскому краю, либо городского Совета Депутатов. Сейчас это абсолютно возможно. На сайте администрации необходимо посмотреть, какие темы на сессиях вы можете сделать заявку, присутствовать, участвовать в обсуждении и таким образом непосредственно лично участвовать в организации жизни города и края в целом со своими предложениями. Надо активно работать. А непосредственно регистрация в Минюсте нам дает просто больше возможностей, потому что у нас тогда будет и ИНН, и мы будем идентифицированы и от самозванцев защитим, потому что очень много недоброжелателей, которые хотят раскачивать лодку, и создаются тоже вещи одноименные где-то как-то, чтобы народу спутать мысли, запутать голову. Поэтому регистрация не сама цель, но она дает больше возможностей. и Сергею Леонидовичу по окончанию собрания пожалуйста обменяйтесь телефонами контактными, это будет очень полезно и эффективно для работы. И последнее можно мне сказать, вот когда мы школу сейчас перевезем, я собираюсь ее где-то осенью перевести в стены, там полностью пес на крышу, там, в общем полное, это не совсем школа, это просто дом такой будет пока, он будет выполнять функцию школы. Потом мы отдельно будем ставить еще здание школы и здание еще там будет центр духовный центр и лечебный центр народной медицины. Без этого никак. Еще нужно будет центр ставить воинского образования, потому что воинское искусство прежде всего воспитывает душу человека, как раз идет процесс, где человек идет право выбора быть материальный план или духовный план. Это воинское искусство очень сильно помогает этот выбор сделать. Поэтому там будет целый комплекс и работая, если кто-то здесь есть, говорят люди, что они сообщим, соберемся так же и кто сможет, просто руками своими помочь быстро-быстро-быстро это все самое. Было бы еще чем понимаете. То есть по принципу школа Щетинина, чтобы мы сами построили своей энергетикой. Я насчет Щетинина скажу, там огромные деньги вложены были не из кармана, а из кармана другого. Там все делалось по-другому. И Щетинин здесь... Да почему нет? Конечно же. Соберутся женщины, соберутся мужчины, что женщины конопатить не могут. Могут вскопать клумбы, могут. Если уже делать, нам нужна баня, большая красивая баня, обязательно. Я сейчас ее перевезу, собрать надо. То есть надо будет большое помещение, чтобы там вот все мы столько есть, все могли в баню пойти. Понимаете? Вот такие нужны масштабы. Масштабы серьезные. То есть понимаете, да? Я еще мечтаю там сделать площадку для русского мяча. Игра в русский мяч. Это очень серьезная игра. Я же вам написал в одной книге. Это такое развитие как вообще потрясающе. Только зимой играть надо будет. Ну либо обставить со всех сторон этими матами, чтобы голову не разбивать. Ну вот то есть это все. Да. И вот такие вот вещи мы должны все это в школу внедрить. Понимаете? Все это объединяет нас. Все что нас объединяет русских, кавказцев, татар, всех российских ребят. Мартвук кто у нас есть? Все мы в одной команде. Все мы играем в одной команде. Все делаем. Общее дело делаем. И выходим на ведийский, даже не на ведический, на ведийский космический уровень мировоззрения надрелигиозный, чтобы все эти религии, они нас не волновали. Понимаете? Со временем мечта какая, чтобы каждая церковь превратилась в школу, как предсерги Радонежском, школу духовного воспитания, не мистических там Аллилуйя из кадилов, чтобы людей воспитывали, чтобы дети выходили нормальные, чтобы молодежь была вот такая, давать образование, не только духовное образование, а в школах нормальных, академическое, когда это складывается вместе, какая сила получается? Это рождение нового, это рождение новой расы на земле. Просто вот это надо понять. Все из информационного пласта вытекает. Мы должны это все сделать. Начинаем здесь, потому что вы здесь самые продвинутые из всех. Вот он был на собрании в Новосибирске, спят сидят, ну спят, ничем не надо, а вам все надо, вы другие. Дозвижи. тезисы, да? Вот, Сергей Алексеевич, каким образом добиться того, чтобы как-то пятую колонну, я имею ввиду фильмы вот эти, то, о чем вы говорили на своей лекции. Сказки отравленные, фильмы смотреть невозможно. Ужас. Один секс, одна пошлость, Я вам анекдот рассказывал, вот это самый главный, вы рассказывали, анекдот, вот это самый главный тезис, что делать, как? Вы одну вещь поймите, пятая колонна, не настолько пятая, как они говорят. Это, знаете, какая колонна? Это колонна трусов, это слабых людей, это сборище уродов моральных. Они не потому предатели, что они вот ненавидят Россию, они боятся, они боятся Запада. Ведь тот же Тухачевский, почему он создал вот этот вот мощный заговор генералов, когда его тряхнули, зачем ты это сделал? Он говорит, вы меня можете расстрелять, чего угодно, но начнется война, Германия, Европа сделают Россию. Я просто хотел спасти Россию, сдав Россию Гитлеру, этим спасти русский народ. Какой благородный это был Тухачевский. Понимаете? И эти такие же уроды, такого же типа, они не потому они предатели, что они вот плохие, а потому что трусливые шакалы, вот у вас на Кавказе, это же Кавказка, у вас там таких называют шакалами, вот они и есть шакалы, только в Кремле сидят, и трясутся перед Америкой, трясутся, там только Путин не боится, да Лавров, да Шойгу, а все остальные там трясутся, ай там дядя Сэм вдруг осерчает, вдруг дядя Сэму не понравится что-то, он там может то, 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 их там трясогуска бьет, они потому и предателями стали из-за своей трусости, и с одной стороны, а с другой, стоят деньги у них там, и там дети, ну вот так, и все это вот так держится, вот в чем дело, поэтому от них избавиться можно, ну только как, создав мощную, мощную вот эту вот Россию создать, изнутри ее создать, изнутри, как вот мы сейчас собираемся, как вот через вечер, и когда сам народ будет такой, что ай-яй-яй, эти сами избегут, или, или тут же перекрасятся, становятся в доску своей, потому что они будут понимать, для чего Путин сказал, вот Володя сказал про наше оружие, вот он мог же прооболчать, сказать, да пошли, зачем он будет, он же сказал, для чего, он думает и для американцев, что ли, но для своих придурков это все рассказал, что в случае войны мы сделаем американцев, англичан, и всех вместе в одну кучу сложим, и они там все лягут, чтобы вот у них, поубавить их страх перед Западом, вот для чего он это говорил, американцы давно знали про это оружие, давно им это все известно, вот что, у них же разведка работает, а он это на все, как на все рассказал, ну и хохлам тоже показал, что с Россией нечего связываться, плохо будет, вот так, предатели не потому, что они там настолько плохие, потому что вот у них психика больная, с детства перепуганные, подушкой из-за угла, или пустым мешком стукнутые, вот они бегают, трясутся перед американцами, а американцы-то храбрецы этого, корейца испугались, полные штаны наложили, ну, корейцы, с его тремя ракетами, да, слушаю. Жмала Виталий, город Герой Краснодар, инициатива, предложение, как угодно это можно воспринять. Либеральное крыло, по-моему, в Свердловске, построило Ельцин-центр. Что построили? Ельцин-центр. Ельцин-центр. А, да, слышал, слышал. Вот. Получается, что патриотическое крыло, оно обезглавлено. И если бы Вечер взял на себя вопрос организации и контроля по строительству, например, Сталин-центра, то, я думаю, это было бы очень весомым вкладом в возрождение Золотого века. Абсолютно правильно. Отличное, отличное предложение. А, слышали вы? Да, и это предложение услышат во всех региональных отделениях нашей России. Отличное предложение. А вы знаете, что... По всей Вечевой структуре это предложение прозвучит... Что, я был удивлен... По интернету. В станице, в станице Вознесенской стоит магазин Сталинский. Понимаете, да? Весь процесс этот бюджет пошел. Ельцин-центр, он построен на бюджетные деньги. Я считаю, принципиальным вопросом при реализации данного проекта это должны быть небюджетные деньги. То есть, не надо рубиться, выбивать бабки из бюджета. Есть определенные приемы, есть определенные технологии, которые позволяют собирать очень внушительные суммы с людей. Мы будем очень благодарны, если вы расскажете, если знаете об этих технологиях и приемах после собрания. Это будет очень полезная информация. И давайте, что, это же прекрасное предложение, давайте тогда просто-напросто займемся, я думаю, этим делом. Обдумаем его и вперед. Там вообще-то Запад финансировал. Там деньги в Ельцин-центр больше всего. Там не столько бюджетные, сколько из кармана транснационалов. Там все. Есть люди, которые и здесь вкладывают? Есть люди, которые... Мы сможем этот центр построить, мы сможем этот центр построить, если захотим. Мы сможем его построить. Вот. И на примере, я вам скажу, на примере музея, центра вот великого нашего аса Александра Покрышкина в Новосибирске. Там народ взялся, один старик, взялся собирать документы. Четырежды героя. Да. И оказалось, что Покрышкин должен быть стать четырежды героем, потому что ему уже собирались давать героев в 41-м году. Но его, так сказать, отказал ему начальник, командир полка отказал. Так вот, создали музей на деньги людей. То есть, люди вложились, собрали документацию, музей отличный, все нормально. И даже аэрокопру новенькую нашли, им нарисовали сотый номер, и она стоит перед музеем. Понимаете? Вот что сделали. Невероятно. А уж для Сталина, наверное, для Сталина, наверное, мы сможем, если захотите. Отличный инициатив. Спасибо большое. Еще какие? Да, пожалуйста. Компетивная группа города Сургун, который на российской автономной с сынами работающей молодежи, поставила памятник Сталину. Я предлагаю инициативу продлить, чтобы этому же примеру последовали инициативные группы в любых городах. Отлично. Вы, будьте так добры, соберите информацию, во-первых, фотографии, информацию, каким образом было принято данное решение и как оно исполнялось. все административные ресурсы Отлично. Если есть опыт, замечательно. Давайте. С удовольствием, конечно, все поддержим. Спасибо, Наталья. Спасибо. Ну вот, вообще-то, у нас сегодня есть о чем подумать. Ну здорово. Спасибо вам большое.